Приветствую вас, ребят, на канале Инстепапа. Сегодня я и бренд-шеф студии в Косу Лофт Денис Морочковский. Приготовим вам постное блюдо. Рецепт посмотрите в ссылочке под видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Ну что, Денис, погнали приготовим. Что, постное меню? Постное меню как раз, да, вот мы это недавно буквально делали проработку. Все-таки мясо-то охота. Я, конечно, понимаю, говорят, щука не мясо, не рыба, как бы, можно есть. То есть, ну, я думаю, на одной щеке не пройдешь, поэтому сегодня сделаем овощной, вегетарианский, постный драник с мясом из растительного белка, именно из рисового белка. Никуда не пропадет, потому что компания, это наша российская компания, производство, они уже давно свое отстроили и работают на внутренний рынок. Это не завозного продукта. То есть, тебе заплатили зарекламу? Да. Молодец, быстро сработал. Раскрыл меня. Ничего страшного. Так, что делаем? Что делаем? Мы приготовим для начала основу для драников, то есть, ты натрешь три картошины, одну луковицу, яйцо. Не будем добавлять, коль это постное, стоя нельзя, яйцо. Ну, и сегодня, я думаю, без майонеза. На какой? Можно на мелко, я просто люблю на крупных. Я тоже, быстрее получается. Я тем временем начну подготавливать начинку и соус. Нам для этого потребуется обжарить лук, грибы и немного сливок добавим. Натрешь картошку, это хорошо, а вот лук будет интересно. Для чего трем лук в картофеле? Для того, чтобы я плакал от счастья. Ну да, для того, чтобы больше мне не подкалывал 45 градусов. 45 градусов уже. Вот, на самом деле, для того, чтобы наши драники не чернили. Серьезно? Серьезно. Это такая фишка? Да, это фишка, и причем я ее, скажу так, я ее посмотрел у белорусов. А кто, кто в драниках? Они всегда. Да, те бурбаши еще, те молодцы. У них картошка все, наша все. А теперь барабанная дровь. Лукс. Стараюсь не смотреть, что я делаю. Сейчас вот перчатки вместе с пальцами не стереть. Так. Не заплакал. Отлично. Предлагаю, что я сделаю? Сейчас взять эту массу, выжать лишнюю воду, крахмал, как бы, и убрать выжатую в ту чашку. А вот теперь пошел вкус лука. Именно специфичного запаха у лука есть такая особенность, что он может принять любой вкус. Даже где-то были случаи, в 90-х годах из него делали абрикосовое варенье. Давай вот так вот сделаю щепоточку соли. Вот так, да? И свежемолотый. Я каждую передачу не устаю говорить. Ребята, пользуйтесь свежемолотом. Не надо вот эту пыль употреблять вовнутрь. Вот, свежемолотого сделал. Куда мы без него? Никуда. Все это дело перемешиваем. Ложечкой или руками? Да, можно руками, можно ложкой, как удобно. Давай вот тут. Поближе подвигаем непосредственно нашу сковородку, включаем ее для нагрева. И здесь, что касаемо мяса. Мы сегодня говорим про растительное мясо. Это компания Эвка. Еще раз прорекламируем. Да, 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 ничего страшного. Здесь особенность в том, что это рисовый белок. Основная часть это из риса. Немного соевого добавлено. То есть, ну, вполне интересный вкус. Что мы сделаем? Мы добавим немножко грибной специи сюда. Добавим соли. Не забудем поперчить. Естественно, да, шеф. И я чуть-чуть добавлю жареных грибов с луком. Все это дело мы перемешаем. Это будет непосредственно наше. Это уже вкусно. Да, можно, в принципе, мазать на хлеб. Но мы доведем это блюдо до совершенства. До его логического, так сказать, конца. Так, ну, я вроде неплохо перемешал. По крайней мере, я искренне в это верю. Потом поймем. Наливая масло, делаем две. Еще можно? Хорошо? Да, нормально. Я люблю просто много масла налить, чтобы это было все жирненько. Здесь не надо, как раз картошка любит масло. Кладем два драника внутрь мяса и сверху еще раз закрываем. Наши грибы прожарились. Я предлагаю добавить немножко растительных сливок. Грибы отсюда. Так, вот растительные сливки. Да, и кедровое молоко добавим. Так, Денис, смотри, чтобы я не перелил. Скажешь, когда. Все, хватит. И немножко кедрового молока добавим. Слушай, ну у нас сегодня реально вегановское блюдо, да? Оно веганское, скажу так, праздничное, но не на каждый день. Потому что растительные сливки, кедровое молоко – это не дешевое удовольствие. Мясо от Компаневка третий раз сказал, что точно мне бесплатно оно придет. Тоже не дешевое удовольствие. Ну а картофель есть всегда. Поэтому это можно чем заменить? Можно заменить просто непосредственно фаршем из нута, из чечевицы. Почему бы нет? Или просто грибы жареные? Просто грибы жареные. Давай ограничимся вот этим всем остальным неблагом. А у нас сковорода раскалилась? Раскалилась. Чего делаем дальше? Ну что, то есть мы визуально на четыре части разделили. Давай вот так вот сделаем. И кладем, получается, первую часть. Так. Вот у меня, кстати, никогда не получались драники, на самом деле. Я вот буду смотреть, как ты это делаешь. Почему? Потому что они вечно у меня куда-то расползаются непонятно куда и непонятно зачем. Я, друзья, кто не знает, вам скажу, что Денис, собственно говоря, может и яичницу на утюге пожарить. Это причем не байка, это реально из жизни, так сказать, Дениса, из его, так сказать... Было дело, жарил. Жарил, было дело, жарил. Поэтому профессионализм вот этого парня, вообще вы не имеете морального права усомниться в нем, как и я. Вот наш фарш, сверху закрываем картофелем, и мы сейчас можно ложкой маленько подправить, чтобы ровнее сделать. У нас еще на один драник осталось. Чуть-чуть подравниваем. И смешать с собой, да, вот так вот? Да. Ну, господа веганы, для вас вообще это шикарнейший вариант, на самом деле. Я думаю, что и кто-то из наших, так сказать, зрителей в инстаграме является веганами. Так, переворачиваем. Так. Переворачиваем угла. Можно маленько подправить ложкой и еще подвечь масло. И основная особенность – жарить на умеренном огне, ни в коем случае не насильном, чтобы они не сгорели. Их прожарить мы еще раз их перевернем. То есть, грубо говоря, по-хорошему минут 8-9 их надо пожарить, чтобы они приготовились на сковороде. Либо можно их обжарить с двух сторон, убрать в духовку, но в духовке они будут не жареные, а подвареные. Ну да, уже не та история. А мы любим жареное. Жирное, жареное и неполезное. Так, а это что у нас такое? У нас соус практически готов. Я предлагаю добавить немножко грибной. Истории. Слушай, ну вот эта тема вообще классная. Где продают? В магазине или ты сам делаешь? Ну, хочу сказать, что я там делаю сам. Я так молодец. На самом деле это все продается. Единственное, что продается в больших 5-килограммовых пакетах. Единственное, что точно это я молодец. Ну, купил на весь год хорошо. Вот мы сейчас с тобой сказали, что надо покупать грибную вот эту вот специю. Сейчас в Томске грибные специи закончатся. Сейчас народ умеет покупать грибные специи. Знаешь, где я ел самые вкусные драники, которые мне вообще встречались? Это в сростках. Вот эти шарики они там прям продают. Не ездил, не заезжал ни разу? Вот если поедешь на Алтай, и кто, ребята, поедет на Алтай, с Ростки, это откуда родом Василий Шукшин, есть прям там целая остановка, и у них драники, это отдельная история. Так, это промокнуть. Так вот, там такие они в шариках, и они, знаешь, что еще? Они к дранику подают хлеб. К кусочек хлеба, да, к дранику обязательно в порядке. То есть, для декора мы немножко салата добавим, куда без него? Никуда без него. Вообще без него, без красивой подачи никуда. Я вот во всех видео говорил, говорю и буду говорить, что если вы хотите вкусно кушать, надо это все вкусно подавать. Я даже дома, кстати, я думаю, что, Денис, ты тоже, где-то все равно какой-то ништячок на тарелочку. По-другому никак. Вы правильно, я тоже. Я особенно дома, что у меня две дочери, они еще маленькие, и я стараюсь как раз в детском стиле оформлять еще, то есть в этом направлении головы работают. Зато прикинь, как вот они сейчас подрастут, а потом же выйдут замуж, и папа у них все время готовил, и я надеюсь, они научатся готовить, или они будут себе искать мужа по образу и подобию папы. Здесь два варианта, как бы, либо будут учить готовить папу и их мужей, либо они будут уже уметь готовить, потому что я думаю, они, как моя супруга, также готовить особо лезть не будут. То есть тебе супруга не мешает? Нет. Красота. Мне тоже. В готовке особенно. Палили соусом ревным. Так. Пару гороха, но наши леды готовы. Ребят, кто досмотрел этот видос до конца, а вам от меня огромное спасибо. Кто сейчас обедает, завтракает или ужин, приятного аппетита. У кого день рождения, с днем рождения. Естественно, что не спробуем? Давай попробуем. Давай. Зажаристая. Так, давай мы сразу вот так вот покажем, что там действительно есть мясо. Хоть и... А где оно, это мясо, кстати? А, вот оно. Ребят, есть мясо. Теперь барабанная дробь. Первый раз в жизни пробую искусственное, так сказать, растительное мясо. Слушай, они что? Особо, кстати... Мясо. Мясо, да? Мясо, да? Я не скажу, кто это, курица, свинина, говядина. Но то, что это... Как бы, ребят, вот смотрите, я сейчас на вилочку зацеплю. Вот. И съем. Я тебе скажу, это мясо даже лучше по вкусу, чем некоторые пельменные фарши. Ну, некоторые пельменные прям, да, бывают. Это прям вкуснее. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это действительно достойно. Не, имеет место быть. Но вечером будем жарить барыни. Вот это лучший вариант. Всем добра, хорошего настроения, ну и приятного аппетита. Пока.